Итак, 15 способов выразить свое согласие на испанском, как обещал. Рассказываю. Самым простым способом, которое вы можете услышать повсеместно на всей территории Испании, является слово, конечно же, Bale. Через слово Bale мы выражаем свое согласие и зачастую на русский язык мы переводим его как Ладно, окей, хорошо, пойдет. Это слово происходит от латинского глагола balere, который на данном этапе в испанском языке сохранен в качестве глагола balere. Иметь стоимость стоит, однако в латинском он обозначал иметь силу, быть здоровым, быть сильным и находиться в здравии. Именно в таком значении слово использовалось в прощаниях в письмах. То есть в конце письма стояло bale, bale bis и cura ut valias, как вы видите сейчас на экране. Данное слово также встречается в произведениях Сервантеса, а также в одном из его шедевров, который, как мы знаем, называется «Хитроумный Идальго Дон Кихот Ламачский». И данное произведение заканчивается следующими словами. Bale, то есть герой данного произведения так с нами прощается. Слово balere не имеет ярко выраженной позитивной либо негативной коннотации. То есть можно его использовать как в отрицательных, так в утвердительных предложениях. В принципе, в любых ситуациях. Bale, adiós. Bale, adiós. Bale, adiós. Bale, adiós. Bale, adiós. Bale, venga, hasta otro vídeo. Adiós. Когда нам что-то предлагают «Элена, vamos a salir», я могу ответить «Bale, sí». Bale, papá, mañana hay todos los deberes. Или, например, после длительной беседы, свидетелем которой я была очень часто в Испании, например, две машины остановились, уже припарковались, идут домой две знакомые друг другу семьи или два знакомых друг другу человек, так они прощаются, используя еще одно слово, которое, вероятно, вам известно или нет. Они говорят «Bale, adiós». Это «Benga» как раз-таки наше что-то типа «Ага, давай, все, на связи». Так мы можем попрощаться по телефону и говорить «Bale, vale». Или, например, когда мы говорим «до свидания» и «nos despedimos», мы прощаемся «en persona», то есть лично. «Ал лайк и todo, venga, adiós». «Bale, venga, adiós». «Дай, venga, adiós». «Дай, venga, nos vemos a la próxima, adiós». Entonces, «Venga, vale, adiós» будет самое распространенное прощание в испанском языке. Слово «Bale» не очень распространено в Латинской Америке, и вместо него мы используем «dale», которое не переводится стопроцентно точно так же, как и «Bale», а имеет еще такой оттенок стимулирования к действию. Например, «Педро sabe todo de informática». «Entonces vamos a darle este proyecto». «Dale, sí». «Estoy de acuerdo». «Dale, pues» «Дale, claro». «Дando ganas». «Обрали, pues». «Муша, gracias». «Обрали, gracias». И к этому «estoy de acuerdo» мы сейчас и перейдем. Поэтому вместо «Bale» они используют вариации на тему. Следующий способ согласиться в испанском языке – это слово «claro» или «sí», «claro» или «claro que sí». Однако, маленькая заметочка. Слушайте внимательно. Очень часто мои ученики используют эти два выражения в одном и том же значении, думая, что это синонимы. Однако это не так. Смотрите. «Está claro» и «claro» – это не одно и то же. Например, когда я что-то объясняю и доношу до ученика, он должен сказать «Vale Elena», то есть из первого нашего пункта «Vale Elena», «entiendo» и «está claro». Это является мне ясным, понятным. А когда я говорю «Vamos a tener una clase mañana a las ocho», если вы согласны, вы можете сказать «sí, claro» или «claro que sí» или просто «claro». Поэтому, пожалуйста, не путайте «claro» и «está claro». «Claro» – это «да», конечно же. И также вариации «sí claro» или «claro que sí» или просто «claro». И не путайтесь «está claro». Когда вам «está claro» – это значит, что вам ясно, вам понятно, и сведения, которые до вас доносятся, они ясны. Переходим к следующему пункту. «Trato hecho» или «dalo por hecho». Если вас кто-то просит об услуге и вы согласны, то вы можете сказать «заметана», «будет сделана» даже вот так вот по-русски. «Будь сделана». «Не aguantas nada». «Тrato hecho». «Ренс». «Ремонита». «Пусть, трato hecho». «Дали?» «Вега, hasta luego». «Hasta luego». «Elena, por favor, puedes comprar una botella de agua o una botella de leche?» «Dalo por hecho» o «trato hecho». Это значит, что вы согласны и что вы выполните данную просьбу. Все очень просто. Короче. «Trato hecho», «dalo por hecho», «bues сделано». «Договорились». «Договорились». «Номер четыре». «No te puedo decir que no». «Здесь достаточно все понятно и прозрачно». «Pablo». «Me puedes ayudar con mi proyecto, por favor». «Necesito tu ayuda». «И Pablo говорит». «И Pablo dice». «No te puedo decir que no». «Entonces, él expresa, он выражает su consentimiento, свое согласие, con lo que yo digo, с тем, что я говорю». «No te puedo decir que no». То есть вы не отказываетесь на данное предложение, предположение. «Номер пять». «Перфекто», а также его синонимы. «Перфекто», «экстелленте», «маравейосо», «эступендо». Выражая свои бурные эмоции, такими словами вы соглашаетесь с тем, что вам было сказано. Например. «Васа венирала фиэста маняна?» «Перфекто», «маравейосо», «эступендо». То есть вы выражаете свои эмоции высокого порядка и таким образом говорите, что да, вы придете. И вам эта идея нравится. «Номер шесть». «Баста коншоламенте дефирке си». То есть я сказала «баста», «этого хватит», «коншоламенте», «только лишь», «дефирке си», «сказать да». То есть если вас о чем-то просят, либо вы согласны на какое-то мероприятие, вы просто говорите «си» и точка. А я продолжаю развивать свою линейку продуктов. Первый курс, с которым, я думаю, вы уже знакомы, называется «Испанские для выживания». Однако за последнее время он претерпел много изменений. Кроме того, что вы получаете в свой доступ 45 полноценных видео на различные тематики, которые вам понадобятся в ежедневном общении с испанцами, перечисление модулей вы можете посмотреть в ссылках в описании. Вместе с этим мы записали для вас 45 видеоответов в том случае, если вы будете учиться самостоятельно, а не с преподавателем. Поэтому этот трехмесячный курс – полноценное видеопособие, которое поможет вам адаптироваться в любой испаноязычной среде. Не менее важным и значимым курсом, однако облегченным, я бы сказала, вариантом является «Испанский для туристов». Это аудиокурс, прослушивание которого займет у вас всего лишь один месяц. Каждый день вы будете получать уроки, которые займут вас приблизительно 25-30 минут, записанные на Радио Мадрида, профессиональными преподавателями и носителями языка, с разбавлением шуточками и прибауточками. Курс, который содержит информацию всего уровня А1+, и даже больше, настоящее прошедшее и будущее покажется вам настолько простым, что вы не заметите, как будете обучаться целый месяц, а на выходе будете обладать базовыми знаниями, которые просто и легко усвоились за время прослушивания данного курса. Добрый день! Мы снова на Радио Экстериор с вами. И сегодня уже есть лекция номер 7. Привет, друзья! Как дела? Как дела? Да, Светлана, мы уже сегодня на седьмом уроке. Невероятно! И правда, Алехандро, невероятно! Третья новинка, которой я хочу с вами поделиться, это тематические карточки, которые содержат описание алфавита, а также чистописание либо правописание букв. Вы можете приобрести данный курс просто ради интереса, а также он будет полезен всем, кто хочет познать основы правописания в испанском языке. Сейчас вы видите видео, которое показывает данные карточки изнутри. Все ссылки в описании и желаю вам приятного продолжения просмотра видеоролика. Седьмой пункт. Вы говорите ПОР СУПУЕСТО. ПОР СУПУЕСТО переводится как КОНЕШНО и РАЗУМЕЕТСЯ. Это слово более литературное, чем просто КЛАРО КЕСИ или как КОНЕШНО в русском языке. Например, считается в ресторанной сфере, что некрасиво отвечать человеку, когда он что-то просит, КОНЕШНО. Правильно говорить РАЗУМЕЕТСЯ. Так вот, аналогом данного, разумеется, является ПОР СУПУЕСТО. Например, И официант, например, отвечает ПОР СУПУЕСТО. Пункт номер восемь. Мы говорим КСТАТЕ, когда вы отвечаете, вы не должны согласовывать данное выражение в зависимости от того, мальчик вы или девочка. То есть, если вы говорите ЭСТОЙ ДЕ АКУЕРДО, либо просто ДЕ АКУЕРДО, если вы девочка, то АКУЕРДО О не меняется на А. Потому что АКУЕРДО это соглашение или согласие. Это вообще существительное. Поэтому, когда вы говорите ДЕ АКУЕРДО, вы говорите Я нахожусь с тобой в согласии. ЭСТОЙ ДЕ АКУЕРДО. Поэтому, не будучи прилагательным, ОНА А не меняется в женском роде. Запомните еще раз. АКУЕРДО это существительное. ВАМОСА ЭМПЕЗАР А ЭСТУДИАР ЭСПАНЬОЛЬ ДЕВЯТЫЙ способ выражения согласия мы можем сказать ПРОСТО БИЕН или МУЙ БИЕН. Например, ЭМПЕЗАМОС ЛА КЛАССЕ МАНЯНА УМ ПОКИТО МАС ТЕМПРАНО? БИЕН, МУЙ БИЕН. ЦИФРА ДЕСЯТЬ. Вы говорите СИНФАЛЬТА. ОБЕЗАТЕЛЬНО. СИНФАЛЬТА дословно переводится как БЕЗ ОШИБКИ. Например, работодатель или будущий работодатель говорит своему работнику, либо будущему работнику. ТЕНЕС КЕСТАР МАНЯНА АЛА СИЕТИ ИМЕДИЯ ПАРАЛА ПРАКТИКА О ПАРАЛЬТРАБАХО. И он говорит ЭСТАРЕ СИНФАЛЬТА. СИНФАЛЬТА это ОБЯЗАТЕЛЬНО. ТО ЕСТЬ Я ВАС НЕ ПОДВЕДУ. Я ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДУ НА РАБОТЕ В ТО ВРЕМЯ, КОТОРОЕ ВЫ МНЕ УКАЗАЛИ. АСИКЕ ЭСТАРЕ СИНФАЛЬТА. ЭТО ДА, ОБЯЗАТЕЛЬНО Я ПРИДУ. Одиннадцатый способ выражения согласия следующий. Вы говорите просто CON GUSTO O CON MUCHO GUSTO. С УДОВОЛЬСТВИем, ЛИБО С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ. CON GUSTO O CON MUCHO GUSTO. С УДОВОЛЬСТВИЕМ, ЛИБО С БОЛЬШИМ УДОВОЛЬСТВИЕМ. Вам предлагают пирог. Наталья, ¿Quieres probar esta tarta? CON GUSTO O CON MUCHO GUSTO. Двенадцатый способ. Если вы хотите согласиться и выказать, показать, что у вас нет никаких сомнений в том, что говорится, вы можете сказать SIN DUDA. Например, ¿Te gusta esta universidad donde tu estudias? И человек отвечает, claro, SIN DUDA. Или INDUDABLEMENTE, то есть без сомнения, несомненно, конечно же, мне нравится этот университет, где я обучаюсь. Тринадцатый способ выражения согласия следующий. Таким образом, вы говорите человеку, что он сказал некую точную информацию. Например, En esta reunión participaron quince personas de nuestra parte. Exacto. Ah, no, no. Se me olvidó Pedro. Parece que dieciséis personas participaron en esta reunión. Eso. Exacto. Exactamente. Где слово eso, которое вы произносите протяжно, также обозначает, что человек абсолютно прав, и вы с ним соглашаетесь. То есть, обычно используется указательное местоимение, вот такого общего рода, если на О заканчивается, eso, как что-то при помощи чего вы обобщаете, хотите на что-то указать. Но в данном случае, произнося протяжно этого слова, вы выражаете свое согласие. Вы говорите Exacto. Или вы говорите Eso. Exacto. Eso. Exactamente. Где eso будет обозначать Вот именно. Точно. Ты попал туда, куда надо. Способ номер четырнадцать. Usted tiene razón. Usted tiene toda la razón. Вы правы. Либо Вы абсолютно правы. Например, Esta matricula tiene sesenta créditos. То есть, в рамках данного курса 60 они на русский уже переводятся как кредиты. И вы отвечаете следующим образом. Usted tiene razón. То есть, вы согласны, вы знаете, что это точно так и есть. Usted tiene toda la razón. И заключительный способ выражения вашего согласия. Correcto. O Correctamente. Correcto. Это правильный. Точный. Или ты это говоришь точным образом. Empezamos mañana a trabajar A las diez. No, a las nueve. No, no. Te digo Que es a las diez. Ah, sí. Correcto. O Tú lo dices De manera correcta. Или Correctamente. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки И увидимся в следующем видео. Пока.